пошло все вроде да все тогда здравствуйте еще раз и здравствуйте тоже сегодня смотреть вот ну что не получилось у меня прошлого с логикой закончить вторая попытка надо потихоньку в сторону вычислительной сложности двигаться нам еще потом связать на все надо будет но с логикой какие-то моменты у нас остались посмотрим что там осталось закончим это дело где-то вот здесь ко мне кажется мы остановились ровно здесь собственно прям вот здесь в точности да в точности здесь вообще красота так ну и вот там вот какая у нас была история мы говорили про погружение вот и в общем то мы обсудили но мы обсудили это все уже под занять вот поэтому вполне возможно тут не все так оказалось очевидно вот этот стандартный перевод который возникает он фактически говорит что формула а истина в мире x вот так это можно понимать но вот если мы хотим учесть что у нас не логика к а у нас какая-то хитрая логика где еще дополнительные аксиомы но к силу теорема полноте которые для этих логик доказаны достаточно в посылку еще вставить условия что вот семантика вот это то есть отношение r она удовлетворяет каким-то дополнительным свойствам но и вот все свойства которые здесь есть они только с помощью r они книг не только есть еще вот равенство да вот равенство может присутствовать равенство если бы еще что-то можно было ну наверное еще что-то но вот непонятно что еще сюда включить вот она понятно становится например когда мы рассматриваем логики уже не нормальные кваде нормальные там возникают выделенные миры какие-то особые меры вот тогда можно еще вот тут вот говорит про какие-то свойства вот что в случае ненормальных вот что мы не только нормальные миры например рассматриваем еще что-то вот и возможно тогда ну какие-то средства еще мы можем использовать которые в посылку помещаются но это не наш с вами случай вот у нас только r и равенство вот посмотрите вопрос такой вот с этими эквивалентностями понятно как тут все происходит нужны какие-то пояснения или могу просто этот лайк перелеснуть и дальше ну я тогда перелесну дальше если вопросов тут нет вот то есть что здесь происходит а ну мы даже прошлый раз по моему обсудили что тут получается куча разрешимых фрагментов внутри классической в общем то я думаю должно быть понятно ладно значит здесь получается что мы помимо модальных логик можем еще интуиционистскую погрузить почему но дело в том что интуиционистские формулы вот эти вот они переводом геоделя погружаются в логику с 4 поэтому остается сказать что если у нас отношение рефлексивное и транзитивное это как раз условия с 4 вот смотрите рефлексивное и транзитивное вот здесь вместо модальной формулы а можно подставлять модальную формулу которая является переводом интуиционистской формулы то есть так далее но конечно можно это сделать напрямую то есть просто стандартный перевод сделать не для модальных формул а для интуиционистских по правилам вот как оценивается интуиционистских формул в интуиционистской семантии когда не надо устраивать вот такого двойного перевода и тоже все получится но чисто технически пожалуйста вот это как следствие можно снять объявкам позицию двух переводов так значит теперь но полимодальной логике вот я хотел не говорить про них но это неправильно нам про них тоже немножко сказать и ну давайте на что что происходит в случае полимодальных вот здесь у нас уже не одна модальность возникает в языке а их может возникать несколько и вот если есть некоторые индексное множество вот мы можем модальности взять из этого множества и тогда меняется просто правило построения формул то есть у нас теперь формула строится с использованием нескольких модальных вот такое правило добавляет что если мы навесили квадратик тоже возникает в этом случае форму соответственно для каждого квадратик свой ромбик возникает ну а название такие то есть это необходимость а это возможно ну и в каких-то может быть контекстах вот эти необходимости и возможности они читаются как-то по-особому мы сейчас доберемся до этого я расскажу ну кстати говоря в этом случае часто и не квадратиками обозначают ну про силу связывания обычно стандартным договариваются лунарные связки связывают сильнее чем бинарные но поскольку тут лунарные одноместные модальности они имеют ту же силу связывания с твоей отрицанием в общем тут все обычно дальше семантика как меняется семантика смотри значит семантикой происходит следующее у нас теперь ни одно отношение достижимости а их теперь столько сколько было модальности и каждое отношение достижимости она в этом случае соответствует свои модели но обозначение те же самое что и раньше считается также достижим миры достижимы но единственное уточняется по какому отношению достижимости оценка определяет как и раньше в этом случае просто переменной сопоставляется множество миров которых она истина модель определяется ну также с учетом того что у нас теперь отношение достижимости много три шкала с оценкой формально то же самое а истинность здесь может поменяется когда мы оцениваем в мире их истинность формулы начинающийся этого квадратика мы в этом случае используем это отношение достижимости чтобы выбрать те миры игрек которые возможны по отношению то есть в которых мы будем оценивать истинность формула то есть формула квадрат и а истинно в мире из если во всех мирах и достижимых по этому отношению достижимости язык истина формула но остальное все классическое а тут вот остальные пункты вот ну и что вот ну порогу скажу все здесь как обычно то есть ромб а истинно оказывается если существует мир достижимый по этому отношению в общем то мгновенно это изопределение не буду я тут нами задерживаться на этом слайде я надеюсь что с определением отношения истинности модели и в шкале у нас определение тоже стандартно формула истинного модели есть на во всех мирах формулы истинно в шкале есть на истинном шкале при всех оценках то есть в любой модели которая определено на этой шкале но и так чат внизу вопрос сейчас секунду а да все спасибо так значит стандартная модель но здесь вот что имеется ввиду это то что называют логин когда просто берут логики и соединяют чисто механически вот их аксиоматику и вот то что здесь возникает это у нас есть модельности есть n независимых отношений достижимости и тогда вместо логики к возникает логика к с индексом м то есть на пить н независимых к модельности модельности как логики к вот и получается что это логика класса всех шкал с м отношениями достижимости то есть вот здесь вот можно было вместо вот этого вот вот этой совокупности r и так просто написать r1 и так далее rm и это было бы правильно вот и чаще всего именно так и делают то есть указывают просто перечисляют вот эти вот отношения вот точно так же ты и в общем все вот эти логики давайте я их укажу тут многоточие даже стоит я не стал все перечислять мы просто определение внешне даем такое же но единственное что теперь класс всех симметричных шкал это класс где все n отношения достижимости являются симметричными но интернетивных также и так далее и возникают вот такие вот полимодальные логики для которых вот эти логики что мы рассматривали это частный случай когда n равно единиц вот что с этими логиками происходит ну вообще-то вот те доказательства которые у нас были полноты и хиник на аппроксимированные они несложным образом переносятся на случай n модальности и каких-то принципиальных отличий там доказательства не возникает и в результате эти логики конечно все мотивируем разрешиваем все вот это вот здесь получала в замечание все на это все так вот интересное начинается когда мы начинаем устраивать какие-то полимодальные логики где одни модальности определяются через другие где возникают разные взаимодействия между модальницами и на самом деле таких логик довольно много обо всех я не расскажу ну хотя бы о некоторых вот о некоторых чуть-чуть скажу значит логики знания так что же метод про логики знания и вот смотрите вот эти вот квадратики они понимаются следующим образом у нас есть некая система вот такие системы иногда называют распределенными и вот в этой системе имеются ну опять термин используется агенты знания вот кто такие агенты знания и что такое агенты знания вот мы это можем не уточнять но можем уточнять если нужно вот это некто или нечто чему приписывается вот такое свойство что они могут что-то знать это компьютер например могут быть сидеть и люди могут быть это группа людей тут и какие то пожалуйста то про что или те про кого мы можем говорить что они что-то знают и тогда вот такая формула квадрат и а может считаться так что агент и знает что довольно часто в этом случае вместо квадрата используют английскую букву кей но первая буква от слова но лишь со слову но узнать она не произносится напишется ну и она соответственно используется как буква обозначения соответствующей модель поэтому если статьи будете смотреть по логикам знания очень часто здесь он буква кей вот значит и дальше получается вот как вопрос какие логики мы будем рассматривать как логики знаний и здесь разные логики возникают в зависимости от того какие какие свойства мы хотели бы предъявлять к нашему но какие-то примеры сейчас здесь смотрите вот вот это вот формула это аксиома логики к но это фактически знание всех следствий то есть если мы знаем что из п следует q да тогда если мы знаем посылку то мы знаем и заключили ну вот какой-то аналог такой сведения но вот в такой форме вот то есть мы знаем все следствия из посылки но при условии что мы знаем дальше знание верны но вот это то что хотелось бы вообще-то знаний и к сожалению не знаю может не к сожалению в общем это не всегда выполняется что если агент что-то знает то она верна тем не менее если мы хотим чтобы так было ну хотя бы в научном знании нам хотелось бы так вот в этом случае такой принцип добавляет также знание о знании да то есть если один что-то знает он об этом знает то есть он знает о своих знаний ну в общем-то принцип кажется в некоторых случаях вполне естественно менее естественный принцип но тем не менее тоже его часто принимают это знание о своих не знает если агент чего-то не знает то он знает что он этого не знает такой вот рефлексирующий получается агент который осознает что его знание не происходит вот ну и вот если это все собрать смотрите это у нас нужно знаем что это аксиома рефлексивности вот это аксиома транситивности вот это вот не пледовости но при вот этих двух это все равно что симметричность получит и оказывается семантика как у логики с 5 если на все вот эти принципы добавим нас просто получается логика с 5n вот но если какие-то из них будут соответствующие логике получатся 4 будет получать тут вот и будет получать мы тогда дальше знание не противоречивы вот но опять если у нас с 5 там уже это будет но вполне возможно в некоторых случаях скажем если мы только вот этот принцип будем добавлять но тогда вот такое вот но осмысленно по крайней мере добавлением что-то меняет ну а это логика типа d получается если мы вот такой аксиом дальше что можно выражать в таких системах ну вот например легко выразить там новые модальности это когда все что-то знают то есть каждый да все знают и значит каждый это знает на это первый агент и 2 3 так далее последний или кто-то знает сам вот здесь everybody без самой а значит это дизюнция получается что хотя бы один из один кто знает какой-то факт и вот если у нас есть вот это распределенная система в которой много агентов мы в результате можем ну по крайней мере вот такие вещи бывают если не вводить вот вот этот вот значок не как самостоятельный а именно вводить как сокращение здесь конечно возникает некоторая опасность смотреть формулу приходится дублировать м раз если вы захотите итерировать вот этот вот этот значок каждое итерирование то есть навешивание сверху е е е там что нибудь вот и выполняется койтфи вот вам придется каждый раз вот это я заставить продублировать все вот это вот то есть формула будет расти с бешеной просто скоростью по длине своей то же самое вот с этим ну а если мы их ведем как самостоятельные значки тогда просто можно сказать что они эквивалентны вот этим формулам их использовать тогда мы коротко сможем выражать те же самые условия значит это ну может быть на сложность некоторым образом дальше ну да да я разница ясна да разница чувствуете здесь вот кажется что мы выразили ну и все вот какая разница что мы пишем значок или пишем вот такое выражение есть разница она есть когда вы начнете реальные формулы писать одно дело вот такое писать другое дело вот такое ну да это может очень сильно сыграть в какой-нибудь полиномиальной сложности если вы собираете формулы то у вас если редукт будет так сильно расти то это плохо плохо конечно да вот поэтому здесь надо вот о языке заботиться мы вводим в язык все-таки вот такую вот штуку или не вводим ну вот значит так вот теперь я хочу о других видах знания сказать у меня тут есть такая детская задачка незадачка дать я вам ее предложу но можно иногда наверное себе позволить поразвлекаться вот значит задачка известная про там испачканных детей испачканных мудрецов неверных мужей там неверных жен много есть разных вариаций но здесь прокололить нам про мудрецов озвучив купе поезды едут шесть мудрецов поезд езжает тоннель ну и копоть от паровоза лица некоторых из них испачкала нет зеркала в купе посмотреть они не могут и в результате лица других видят своего лица они мудрецы умные но не только умные но еще и гордые и каждый из них считает что нехорошо ему других спрашивать испачкал он свое лицо или не испачкал он сам должен догадаться вот но при этом на любой станции можно выйти умыться ну и никто не хочет выходить не убедившись предварительно в том что ему действительно нужно это сделать и вот они так едут никто не выходит и в купе заглядывает проводник вот видит испачканных мудрецов говорит ребят вообще-то можно выйти и грязно лицом на станции ну а дальше вот происходит так они едут несколько станций пропускают ну и на какой тут на какой написано на 3 на 3 станции мудрецы с испачканными лицами выходят встают умываются ну а те у которых лица не были испачканными вот такая вот ситуация здесь ну и вопросы здесь такие возникают у сколько мудрецов были с испачканными лицами как они узнали у кого лицо грязное у кого нет и почему они не могли узнать этого самого начала почему такую новую информацию сообщил им проводник они же так видели что у кого-то лица грязные а вот он ровно это и сказал что можно выйти вот вот такие вопросы здесь возникают я думаю что вы скорее всего встречались такими задачками может быть есть предположение как на вопрос если есть говорить нет не встречались такими задачками ну я слышал как-то но но не не разбирали да ну давайте на первый вопрос тогда ответим он на самом деле простой вот если бы ни у кого не было испачканное лицо но понятно проводник бы не говорил о том что можно выйти поэтому у кого-то лицо испачканное было да и вот давайте представим что это был всего один человек как он должен отреагировать на слова проводника в этом случае что вот можно встать он сразу поймет что у него испачканное да мгновенно потому что он видит людей с чистыми лицами правильно вот значит соответственно он выйдет на первой станции верно а остальные остальные не выйдут почему они видят одного человека у которого лицо испачкано и не знают а еще один такой человек есть или нет поэтому они ждут он выйдет сейчас или не выйдет если он вышел ну все значит ему хватило этой информации и у них лица чистые можно не выходить все будет если двое вот двое с испачками тогда вот если например возьмем человек у которого лицо испачкано он в этом случае видит среди остальных только одного с испачканным лицом правильно ну понятно видимо двое на второй станции выйдут потому что он ждет он выйдет на первой станции или нет а тот не выходит значит он видит еще кого-то ну и понятно на второй станции они выйдут а остальные на второй станции не выйдут потому что они видят 2х с испачканными лицами они ждут выйдут эти двое или не выйдут Ну, понятно, что дальше происходит. То есть по индукции можно доказать, какую штуку. Что если К испачканных мудрецов, то они выйдут на К-тестанцию. Поэтому раз вышли на третий, значит их было, получается, трое. Дальше. Как каждый узнал, что у него грязное лицо? Ну, мы только что это разобрали, да? Получается. Ну и какую новую информацию сообщил проводит? Вот что же он такое им сказал? Чего же они не знали? Что если хотя бы одно грязное лицо? Но с учетом того, что их было тролля, значит каждый видел двоих с грязными лицами, обратите внимание. Кстати, они знали, что есть люди с грязными лицами. Кто-то видел двоих, а кто-то ведь даже и троих видел. Это тонкая штука. Значит, вот здесь что происходит? Они, конечно, видели, но им нужна была некая точка отсчета. Они же при этом, ну, испачкались они. А кто когда увидел, кто из них грязный, это не очень понятно. А здесь зашел проводник и сообщил. То есть, они в результате видели, что все слышали это сообщение. То есть, получается, что оказалась ситуация, когда не просто все знают, что есть грязные, а все знают, что все это знают. Более того, все знают, что все это знают и так далее, сколько угодно раз. То есть, у них знание получилось такое вот общее какое-то или всеобщее. И там, как бы, понимаете, вот это вот Е, которое мы делим, не просто все это знают. То есть, Е, А, а также еще Е, Е, А, Е, 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 А и так далее. То есть, знание приобрело всеобщий характер. Это примерно вот как происходит. Когда что-то общеизвестно. Вот, например, общеизвестно, что дважды два четыре. И для того, чтобы вот этот вот факт выяснять, вам не надо у людей спрашивать, а знают ли они про это, а знают ли они, что вы это знаете, а знают ли, что вы знаете, что они знают, что вы это знаете и так далее. Это настолько общеизвестно, что не требуется это обсуждать, потому что на все такие вопросы ответ – да. И вот как такое знание достигается? А достигается оно следующим образом. Например, когда вот публично сообщается вот это знание всем. И все видят, что все это знание получили. И в результате вот такого сорта вопросов, оправдали, что он знает, что я знаю, что там еще кто-то знает и так далее, что вот этот факт выполняется, все такие вопросы получают положительные ответы. И вот здесь мудрецы, они получили вот это вот знание и получили точку отсчета. То есть они смогли теперь с этого момента начать считать станции, ну, зная уже, что все решают вот это вот задачу. Ну, вот примерно какие-то такие соображения. Вот я для чего вот этого? Сейчас вот для этого знания. Есть вот это всеобщее знание или общее знание. Есть еще распределенное знание. Про распределенное сейчас отдельно расскажу. Ну, давайте посмотрим, как определяется. Вот всеобщее знание, common knowledge, оно обычно в англоязычной литературе обозначается. Я буду писать, как там принято, вот букву С или С. Я уже потихоньку перехожу на английское прочтение. Ну, это ужасно. У меня уже студенты давно, когда я про комплексные числа рассказываю, называют букву И, комплексную мимую единицу вот эту, они ее называют I. Вот я говорю, ну, вы тогда не X говорите, а X и Y, а Y смеются, но все равно продолжают ее I называть. Вот, и я уже на это переключаюсь иногда. Итак, C, вот, common knowledge, и означает оно следующее, что вот в мире X истинные формулы все вот такого вида, то есть K раз мы пишем вот это E, 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 A. Вот, и вот сколько угодно раз, начиная с одного. Вот, и такое знание называется всеобщим. Значит, ну, здесь вот некая расшифровка есть, то есть мы должны что сделать? Мы должны отношения достижимости сопоставить вот этой новой модели. То есть такое отношение достижимости сопоставляется? Можно, конечно, его как новое ввести, но это новое придется согласовать со старыми, которые уже не есть. Так вот, мы просто можем его явно построить из старых и сказать, что это такое. Нужно их все объединить и взять транзитивное замыкание. Вот этот плюсик справа вверху, ну, часто обозначают им транзитивное замыкание. Звездочки там, звездочки клинят, рефлексивно-транзитивное, а плюсик просто транзитивное. Ну, вот, это то, что соответствует, вот, какое отношение соответствует вот этому оператору всеобщего знания. Распределенное знание. Значит, это что за история такая? Вот представьте, что, да, значит, распределенное, это вот D, а, написано все, дистрибьюция. Вот, значит, это вот что, представьте. Есть, например, два человека, и один знает, что из A следует B, а другой при этом знает, что A. Но при этом ни тот, ни другой не знает, что B. И, тем не менее, вот, если бы они пообщались, если бы они поделились своими знаниями, они смогли бы сделать вот этот вывод, поскольку один знает A, а другой знает, что из A следует B, они бы сделали вывод, что B тоже имеет место быть. И получается, что знание вот этого факта B, оно распределено между ними, но ни один из них вот этим знанием не владеет. Ну, если бы владел, то есть оно тем более было бы между ними распределено. Но здесь вот такая нетривиальная ситуация, что знание в системе присутствует, но никто этим знанием не обладает. И вот как такое знание проявить, как его обозначить? Вот это distributed knowledge, вот оно и есть. Чему оно соответствует в семантике крипке? А вот к чему. Отношение достижимости, которое сопоставляется вот этому оператору D, это просто пересечение всех имеющихся отношений. То есть представьте, что все агенты знания поделились знаниями друг с другом. Это значит, что они отсекли такие миры возможные, которые кто-то из них видит, а кто-то не видит. То есть для них перестали существовать те миры, которые чьи-то знания опровергают, а чьи-то нет. То есть мы эти миры убрали, и в результате знания появились у всех. Вот примерно такая здесь история происходит. И тогда вот этот оператор можно определить, просто сопоставить ему вот такое отношение. В результате получаются логики. Логики знания, обогащенные вот этими операторами всеобщего знания, распределенного знания или одновременно. И если у вас есть, например, какая-то логика LN, скажем, S5N, да, там есть N агентов в системе, и у нас есть N модальности, которые соответствуют знаниям. Мы можем тогда добавить вот эти вот операторы, ну и логики такие обычно обозначаются, просто где-то, например, как я сейчас делал, сверху приписывают просто вот эти операторы, вот эти логики, они, ну что тут происходит? Операторы вот эти нельзя выразить уже в виде формул через имеющиеся, как мы сделали вот с этими everybody knows, somebody knows, вот эти E и S, они выражаются, пусть длинными формулами, пусть там дублируются, но они выражаются. А вот эти вот C и D не выражаются. То есть невозможно написать такую формулу модальную с использованием операторов знания агентов и с использованием D, чтобы выразить C. И наоборот, значит, если мы не будем использовать D, а только будем использовать C и операторы знания агентов отдельных, вот D тоже выразить невозможно. Вот. Ну почему так? На самом деле несложно предложить вот контрмодели, которые есть. Ну, смотрите, вот это вот C, оно соответствует рефлексивно-транзитивному замыканию, да? А если бы мы предположили, что мы выразили с помощью какой-то формулы, ну вот у этих формул есть такая характеристика, как у модальных, как модальная глубина. И что такое модальная глубина формулы? Это наибольшее число вложенных модальностей. И тогда получается, что вот если мы модель будем строить, ну дайте какую-нибудь картинку нарисую. Вот смотрите. Вот если мы модель будем строить, вот мы можем рассматривать ситуацию, когда, ну даже вот в логике S5, мы можем рассматривать вот такие вот ситуации. Здесь, например, по первому отношению достижимости, здесь по второму, здесь снова по первому. И тогда вот если вы вот так вот пойдете и дойдете до какого-то мира, здесь вот взяв модальную глубину MD, Model Depth, какой-то формулы А, вот если вы хотите вот в этом мире оценивать истинность формулы А, что там происходит дальше, вам вообще не важно. Почему? Ну потому что вы не можете добраться до вот тех вот точек, чтобы оценить истинность, потому что здесь вы постоянно должны менять модальность. То первая, то вторая, то первая, то вторая. И вот модальная глубина формулы вам в результате дальше вот этого мира не достичь. В случае оператора C, если вы вот здесь рассмотрите, например, C, ну, какая-нибудь там, FI, да, вы сразу, поскольку этому C соответствует транзитивное замыкание, вы сразу можете улететь куда угодно, вот туда дальше тоже. И тогда можно сочинить чего-нибудь, что вот формулы модальной глубины вот такой и формула вот такая, они в этом мире просто ведут себя по разному. Ну, вот эта идея, как такие вещи можно доказать для C, ну, не знаю, вот если я вам в качестве задачки, например, домашней предложу доказать, что C не выражается через вот остальные операторы и D не выражается через остальные операторы, как вам кажется, нормальная задачка? Нетривиальная. Нетривиальная? Ну, мне кажется, вы решение почти рассказали. Ну, для C я практически его рассказал, да. Ну, а для D, ну, чуть-чуть подумайте, для D оно там еще проще все получается, на самом деле. Ну, да. Надо тоже привести модель какую-то, вот что она сможет отсечь вот формулу типа D, FI от остальных. Ну, и тоже за счет того, что там пересечения надо просто посмотреть, чтобы где-то это пересечение не очень здорово получалось. Если здесь нужна модель достаточно длинная, там вообще модель получается по-глубинной, ну, вот что под достижимостью вот такие только были, то есть не надо еще там что-то рисовать, там модель получит очень маленькая, то есть вот с этим еще все по-хочу. Ну, я могу как бонусы на листы, ну, вот попробуйте. На самом деле не сложно, но интересно за то, значит, я тогда вот это закрываю, вот это я просто пояснить хотел, так, и нам там надо швать. Вот, значит, и возникают вот такие логики. Как это ни странно, эти логики, как правило, мы с ним от стандартных отсталкиваемся, они хорошие. Эти логики имеют аксиоматику вполне приличную, вот, значит, в случае вот этого оператора всеобщего знания, ну, там что-то вроде индукции устраивается, ну, потому что нам нужно вот такую штуку устроить. Вот. В случае оператора распределенного знания, там вообще достаточно импликации, что если агент ИТИ знает, то есть квадратик ИТИ, влечет ДФИ, вот там такое все мы достаточно. То есть вот это Д, это как бы такой, как супервизор какой-то над системой, вот он просто в себя собирает знания всей системы. То есть вот некая такая вот сущность, субстанция такой, вот суперагент, который все знания собирает в себя. Вот так можно это до этого понимать. Ну, и все, и получаются довольно-таки хорошие логики. Я не буду вот для них приводить доказательства. Они очень похожи на доказательства полноты, которые я подробно приводил для КАК. Там изменения очень несущественны. Вот. Поэтому, ну, что-то такого для ума там нового прямо я не вижу. Но если интересно будет кому-то, вы скажите, у меня есть литература просто не это доказано. И смотрите, посмотрите. Значит, дальше что? Да. Но это вот утверждение, вот это, которое я сказал, вот оно так явно написано. И такое же для второго оператора. То есть ни Ц, ни Д они не выражаются. Вот. Ну, и вот эти вот логики, которые возникают, ну, какое-то время назад ими довольно активно занимались. Сейчас мы стали несколько другими системами заниматься. Опять же, если будет интересно, просто скажите, какая-то литература у меня есть. И можете почитать. Вот. Нам они будут интересны. Эти логики, может быть, с точки зрения сложности. Потому что добавление оператора D, оно, как ни странно, сложности не увеличивает. А вот добавление оператора C, оно довольно заметно увеличивает сложность логик, которая тут возникает. Но это мы, когда по сложности разберемся, будет, если времени там будет хватать. Мы можем вот эти вещи посмотреть. Так. Значит, дальше. Динамические логики. Ну, здесь вот не могу это пройти мимо, потому что здесь такой получается язык, который соединяет в себе как бы два языка. Вот один язык, он позволяет строить формулы, а другой язык позволяет строить программы. И формулы в результате, они говорят что-то об условиях, возникающих в результате выполнения программ. А программы при этом могут быть такими, что они что-то проверяют про формулы. Вот. Ну, сейчас я расскажу про вариации какие-то вот в этом языке. Значит, смотри, вот что такое формула. Ну, во-первых, константа ложь, во-вторых, переменная. Дальше. Конъюнкция формул-формулу, дизюнкция формул-формулу, а вот сюда пока не надо смотреть. То есть вот некая основа, это классическая основа, как строить формулу. Я не помню, я использовал, я, по-моему, не использовал еще в курсе вот такого правила описания понятий. Не было. Ну, это как грамматика, понятно. Да, как грамматика, да-да-да. Значит, ну и, значит, второе понятие, которое у нас есть, это понятие программы. Значит, оно здесь названо альфой. У нас есть элементарные программы. В чем они состоят, мы не знаем, потому что мы хотим на это смотреть с точки зрения логики. И все, что у нас есть, это как здесь переменная для высказываний фактически, так и здесь некая переменная для программ. Что вот такое программа? Мы в эти детали не вдаемся. А дальше мы говорим, как мы можем строить новые программы. У нас есть композиция программ. То есть сначала выполняется одна программа, ставим точку запятой, потом выполняется вторая программа. Значит, если кто не сталкивался вот с такими понятиями, хотя здесь написано альфа, вот на альфу нужно смотреть, что мы здесь говорим про понятия. То есть здесь какая-то программа, здесь не обязательно та же самая программа, здесь может быть другая программа. То есть программа с точкой с запятой, программа. Так и здесь с формулами. Формула берется конъюнкция с еще одной формулой, вообще говоря, быть может другой. Ну, а кто знаком хорошо с грамматикой, вам просто понят терминальный и нетерминальный символ, значит, это нетерминальный символ. Да, правильно все сказал-то? Да, 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 терминальный, который вот P и там будут. Да, вот эти вот, они терминальные, а все остальные не терминальные. Значит, теперь объединение программ, значит, это по-английски называется choice, то есть выбор. Вот, то есть здесь выбирается какая-то программа, какая-то хотя бы одна из них должна выполниться. Вот в этом состоит вот эта вот программа, что происходит некий выбор одной из них. Вот это вот пересечение, ну, это что-то вроде такого одновременного выполнения. Вот, а вот это вот звездочка клинили, итерация. Значит, содержательно понимается так, что программа альфа выполняется какое-то конечное число раз, любое, какое именно, не оговаривается. Ноль дадится, то есть в том числе ноль раз, если программа альфа выполнится, нас тут тоже устраивает. Вот, вот это некая такая вот база, как строится программа. Теперь, значит, у нас вот тут осталось еще что-то, и вот тут. Ну, давайте сверху начнем. Предположим, что уже понятие программа определено, и тогда мы можем строить вот такую формулу. Вот эти квадратные скобочки, ну, это как бы намек на то, что у нас квадратик, то есть необходимый. Но необходимость, которая помечена индексом, и этим индексом является программа альфа. То есть у нас получается индексное множество, мало того, что бесконечное, оно еще и структурировано, потому что у этой альфы есть своя внутренняя структура. Понимается содержательная эта водка. Каждый раз после выполнения программы альфа справедливо А. Вот такого сорта формулу мы теперь можем строить. Значит, здесь. Что возникает здесь? А здесь вот так. Ну, то есть в каком-то смысле, видимо, это сокос под BHK семантику даже. То есть как бы у вас верификаторы есть вот в виде альфы, и вы как бы формулу А верифицируете. В каком-то смысле, да. Да. То есть у вас получается, что вот вы что-то делаете, и потом вот это А после того, что вы сделали, вот это А должно быть верно. Всегда. Ну, а тут надо понять, где эта верификация происходит. Давайте тогда уж я немножко еще вперед забегу. Вот эта верификация будет происходить в некотором состоянии системы. То есть содержательный это мир модели клипки. Ну, это если я сейчас доберемся, я сейчас это все вот расскажу. То есть такая локальная история. Да, BHK вы имеете в виду, что типа там как бы это не локальная история, потому что там просто какое-то натуральное число верифицируют. Это где? В BHK есть семантики. А, ну я не работаю просто с ней. Я сейчас вам могу. Ну, я лизу мастер по клине, может быть, еще есть такая штука, если слышали. Ну, вот там, грубо говоря, интуиционистским формулам, интуиционистской арифметике в некотором смысле приписывается их доказательство через натуральные числа. И тут называется семантика. Правда, семантика получается ужасной в том, что там множество всех реализуемых предложений это арифметика по сложности. Но так или иначе, это такая интересная штука получается. Это просто не напомнило, я с динамической логикой не сталкивался в этом. Ну, вот сейчас до конца посмотрите, и тогда у вас будет возможность сопоставить. Но очень похоже вообще на то, что вы говорите. Смотрите, значит, теперь вот это что такое? Это тест. Значит, это программа. И программа, которая строится по формуле. Что эта программа делает? Ну, содержательно, представьте, что вот ваша вычислительная система оказалась в каком-то состоянии. И вы говорите, а давайте-ка вот такую программу сейчас выполним. И программа вот в чем состоит. Мы просим узнать формулу, вот это условие, которое здесь написано, оно сейчас верно или нет? И программа состоит в том, чтобы проверить, верно условие А или не верно. Здесь и сейчас. Вот такая вот программа здесь видит. Вот. Значит, возможно, вариации. То есть иногда рассматривают, и очень часто рассматривают, чтобы не было пересечения. Вот. Пересечение – это очень такая мощная вещь. Она выводит сложность логики очень-очень высоко. Ну, если кто со сложностью знаком, то вот дважды экстайм здесь получается при пересечении. Если убрать пересечение, просто экстайм. В смысле полное, да? Полное. Значит, тест, ну, часто тоже его не рассматривают. Вот. Поэтому обычно что есть? Композиция, объединение, итерация. Ну, тоже там вариации могут быть. Иногда просто достаточно рассматривать элементарные программы и итерацию. Дело в том, что в плане вот экстайм, комплит, достаточно элементарной программы одной причем. И итерации. Все, уже экстайм полнота. Вот это объединение ничего нового не добавляет. Композиция ничего нового не добавляет к сложности. Поэтому, если, скажем, с точки зрения сложности говорить, то ничего не поменяется. Ну, а если нам нужен реальный язык, чтобы улавливать какие-то условия, ну, тогда да, тогда тут вопрос, вот, какие операторы мы хотим использовать. Но тут дело не только в операторах, тут дело еще в семантике. Сейчас давайте об этом тоже поговорим. Вот можно уточнить еще раз? В квадратных скобках альфа А это что обозначает? Какая семантика? В какой смысле? Пока семантики нет никакой. Ну, как вы сказали. Содержательно можно понимать вот так. Каждый раз после выполнения программы альфа будет справедливое условие А. Ага. Все, понятно. Спасибо. То есть, вот представьте, мы находимся в какой-то точке, в какой-то системе, в каком-то состоянии системы, и вот в этом состоянии мы говорим квадрат альфа А. А вот в таком случае. Программы недетерминированные вот за счет вот этого choice'а, здесь получается, что может быть и это выберется, может быть и это выберется для выполнения. Итерация, сколько раз повторения произойдут. Тут возможны варианты. Так вот, как бы ни происходило вычисление вот этой программы альфа, когда оно закончится, А будет верным. Ну что, семантику на них смотрим, да? Да. Смотрите. Значит, как устраивается семантика. Вот здесь достаточно задать отношения достижимости для элементарных программ, потому что все остальные отношения достижимости по ним будут построены все равно, поэтому их можно сразу в систему просто не включать. Значит, тогда множество миров понимается просто как множество состояний системы. Вот это просто у нас переходы вот такие, что вычисление программы вот этой π одно состояние переводит в другое состояние системы. То есть после вычисления программы вот в какое состояние системы переходит, туда в соответствующие стрелочки. Модель стандартна. Просто оценка, которая сопоставляет переменным некоторые подмножество, множество вот этих всех состояний. Дальше. А вот с отношениями достижимости тут, ну, естественно, все довольно определять. Давайте посмотрим, значит, как это происходит. Композиция и программ просто соответствует композиция отношений достижимости. То есть получается, одна программа нас куда-то переведет, а потом оттуда вторая программа куда-то переведет дальше. Поэтому просто обычная композиция отношений достижимости. Объединению программ соответствует просто объединение отношений достижимости, и пересечению, соответственно, пересечения отношений достижимости. Звездочки клини, то есть итерации, что соответствует. А ей соответствует рефлексивно-транзитивное замыкание отношения сопоставленного исходной вот этой программе альфа. Я сейчас не быстро вот это говорю, стиваете, все понятно. Если не стиваете, останавливаете меня. Понятно, да? Оттого. Ну, все, замечательно. В общем, если что-то не так, останавливайтесь. Теперь смотрите, что соответствует тесту. Тут вот какой момент. Вот это все, вот то, что здесь, оно определяется по шкале. Вполне себе отношений достижимости достаточно. А вот тест – это некая такая особая операция. Для того, чтобы определить отношения, которые соответствуют тесту, нам модель нужна. Потому что нам нужно, чтобы мы уже могли оценить истинность формул. Смотрите, почему. Мы говорим, что вот по этому отношению может быть достижима, во-первых, точка только из себя, а то есть состояние только из себя. И при условии, если вот эта формула действительно в этом состоянии оказалась истинна. То есть получается, что вот этот тест, он делает вот по отношению, что мы определяем, рефлексивными, и только рефлексивными, и больше ничего там нету, только те точки, в которых вот это условие выполнено. Вот что происходит. Если мы поменяем оценку, вот это отношение может поменяться. Может остаться таким же, а может поменяться. Поэтому вот оно такое вот весьма специфическое. Оно не на уровне шкалы определяется, оно на уровне модели определяется. Единственное, пока что, что смещает, ну, лично меня, правильно я понял, что получается так, если у примитивных программ, ну, ПИ, да, отношение достижимости вот это вот одинаковое, то они как бы одинаковым образом себя ведут. Да. Но это хорошо или плохо? Такой вопрос. Это не то, что хорошо или плохо, это просто допускается. То есть вот в общей семантике такое допускается, и это просто означает, что мы могли каким-то образом проинтерпретировать вот эти вот элементарные программы одинаково. Ну, понятно, то есть написать сложение одним способом, вторым, да, типа? Например. И, значит, тут вот такой момент. Дело в том, что мы строим не теорию какую-то, вот если, скажем, вы теорию будете рассматривать, у вас уже конкретные будут операторы, конкретные программы, там вы уже просто не возьмете такие, которые будут одинаковые, скорее всего. И модель... А, ну я понял, что вы хотите сказать, да. А здесь-то логика. И вот на уровне логики нам нужно... Это да, я понял. ...пустить, понимаете, все вообще возможные варианты. Вот. А потом эту логику можно там, ну, как-то сжимать, ну, в том смысле, что семантику сжимать. И тогда сама теория будет уже расширяться, то есть на основе вот этой логики вы что-то будете сжимать. Ну вот. Ну, разобрались, да. Идем дальше. Вот. И смотрите, что получается. Мы в модели, в точке считаем истинно вот такую формулу, если сама формула истина во всех мирах, достижимых по отношению достижимости сопоставленному программе. Вот как происходит. Вот этой программе альфа, которая в квадратном поле. Вот возникает семантика вот этого языка, динамического языка. Вот какие возможны вариации. И вот здесь на уровне семантики возможны тоже разные вариации. Например, вы можете сказать, что вы хотите рассматривать только детерминированные программы. Когда отношения достижимости там будут такие, что из каждой точки для элементарной программы ровно одна стрелочка куда-то идет. Больше нельзя. То есть запрещает. Понятно. Ну и так далее. То есть вы можете теперь вот на эту семантику накладывать какие-то дополнительные условия. Например, вы можете запретить петли. То есть сказать, никакой рефлексивности. Или наоборот. Ну и кажется, что это все-таки не до конца детерминизм, потому что в следующий раз, когда вы возьмете две программы примитивные, вы их объедините по отношению, и получится как бы выбор. Правильно. И тогда вопрос, разрешаем ли мы в синтексисе вот такую вот историю. Да, хорошо. И тогда вы можете просто убрать вот это, и у вас не будет оператора на уровне языка, который позволяет такого сомнения программы. Да, понятно. Да, тогда согласен, да. Так вот, есть еще туча всяких расширений вот этого. Там еще всякие сохранения, восстановления данных. Там чего там только нет. Там столько вариантов вот этих педель. Я просто показал некий, скажем так, базовый язык, вот от которого можно оттолкнуться. Но для каких-то целей разных, чего там только еще не вводится. И там системы возникают некоторые не то, что они там сложные, типа экстайм, там неразрешимые даже системы некоторые возникают, которые описывают, что происходит вот в этих вычислительных моделях. вот такая тут история. Ну да. Там богатая наука очень. Кажется, что это стоило ожидать, потому что мы как бы программы по факту моделируем, но по факту что-то связанное с машинами тюринга мы моделируем. А там неразрешимости ого-го. Так вот, тем не менее, вот смотрите, вот если мы вот это рассматриваем, вот такой язык, а тут все разрешимо. То есть вот эти спецификации, которые мы сможем написать, они вполне себе проверяемые алгоритмические. Хорошо. Да? И вот, а в целом, да, когда мы машины тюринга описываем, то есть, скажем, на языке логики предикатов, там мы улетаем сразу в неразрешимость, там мы полно можем описать, что происходит в неразрешимость. А здесь нет. Здесь мы все не можем описать. То есть тут такой вот какой-то язык, что он довольно много позволяет, но при этом не все и при этом так, что разрешимость остается. Так, такой вопросик. Может тоже забегая вперед, а что насчет, ну как бы есть вот регулярные языки, да, то есть, которые детермируемыми автоматами распознаются. А вот как с ним это все связано? Это хуже, это сложнее? Ну, мне почему-то кажется, что это должно быть посложнее. Сложнее, да. Потому что здесь здесь же есть какие-то вещи, которые... То есть тут вопросы есть вот эти вот к формулам А, да, и, соответственно, последовательное выполнение, да. А так-то программы по факту у вас без последнего описывают, ну, ровно регулярные языки в некотором смысле. Ну, вообще-то очень похоже, да. Да, да. Вот. То есть наш получается... Ну, вот интересно, как там классы соотносятся, но это так, я просто забегаю вперед, видимо, скажу. Не скажу, не знаю. Вот. Но интересно было бы посмотреть, если найдете и скажете, буду признателен. Хорошо. Вот. Я просто не интересовался вот этим вопросом. Возможно, он где-то лежит на поверхности и ответ там известен. потому что даже название вот этих вот вещей, по-моему, я слышал, что регулярные программы. Окей, понял. Вот. Значит, так вот, да, вернусь назад. Вот здесь вот мы вдаемся в структуру вот этих вот программ. То есть нам интересно, как это все устроено, мы занимаемся вот этими композициями, операциями, там прочими всякими вещами. Так вот, можно немножко как бы абстрагироваться вот от этих вот вещей. И есть, ну вот еще ряд языков, наверное, последние языки, о которых я скажу, это так называемые, ну вот, computational trilogic, или по-русски переводит логика ветвящегося времени, может быть, слышали. CTL. Я не слышал. Нет? Вот. Ну, у меня вот написано логикой ветвящегося и линейного времени, да? Значит, это некая история, где вот тоже два сорта объектов возникает, но и те, и те формулы. Если до этого были программы и формулы, тут будут формулы, формулы, которые описывают вычисления, но у нас возникает там несколько объектов, о которых мы можем говорить о вычислении. Значит, во-первых, это состояние, которое, вот одно состояние может потом перейти в другое, состояние, третье состояние и так далее. Но помимо состояний, можно еще рассматривать пути вычислений. То есть, можно говорить, что в целом вычислении какие-то вещи происходят. И можно целое вычисление рассматривать вот как некоторый объект. И вот предлагается некоторый язык, а точнее, там группа целых языков, которые вот на этом уровне что-то о вычислениях позволяют говорить, выражать, ну и, соответственно, проверяем. давайте я немножко об этом тоже расскажу. Значит, тоже у нас возникает два объекта, но это будут формулы, формулы состояния, то есть, которые оцениваются в состоянии системы. И формулы пути, они оцениваются соответственно вот в этих вот путях. Путь понимается следующим образом, это именно бесконечная последовательность состояний, что каждое следующее состояние, оно достижимо из предыдущего. Достижимо в смысле одного отношения, достижимость, то есть, оно одно. Ну, в терминах программ это просто означало бы, что мы стерли разницу между стрелками, все стрелки стали одного типа, вот и все. Неважно, по какой программе мы осуществили вот этот переход, вот это мы забываем. И, значит, смотрите, вот формулы состояния строятся из элементарных формул, то есть, из константа ложь и переменных с помощью булевских связок. Вот. Ну, и пока давайте на этом остановимся. А формулы пути это вот что такое. Во-первых, каждая формула состояния объявляется в том числе и формулой пути. Вот. Ну, и дальше снова можно использовать булевские связи. А вот дальше интересно. Если у вас есть формула пути, то вы можете построить две вот такие формулы состояния. И понимаются они вот как. Вот представьте, что мы в некотором состоянии находимся и говорим мы следующее. Какой бы путь мы не взяли, вот это означает, какой бы путь мы не взяли, в нем выполняется вот этот. Ну, а если соответственно существует путь, да, не просто такой путь, такой путь начинающийся в этом состоянии. Вот. А здесь соответственно существует путь начинающийся в этом состоянии, в котором мы но путь содержать на это вычисление. Да, то есть существует такое вычисление, на протяжении которого справедливо вот это вот. Ну, а здесь вот как. Допустим, у вас уже так, только наверное секунду. Здесь вот надо писать небольшое, а маленькое. Вот здесь плохо написано. Я не замечал, что у меня эта ошибка. вот в этих вот формулах вот эта вот и она должна быть вот такая маленькая. неправильно. То есть вот здесь уже что получается? Мы говорим, что в следующем следующем так, сейчас я не прав. А я не прав. То есть можно и вот эту большую вот как-то пожалуй все правильно написано. То есть мы просто говорим, что в следующем состоянии вот этого пути у нас справедливости. Пусть уже выбран, то есть мы уже находимся в пути, поэтому формулу пути, и мы говорим о том, что в следующем состоянии у нас справедливости. Это где-то в будущем справедливости, а это где-то во всем будущем пусть и справедливости. Вот эта бинарная модальность двухместная, она называется антил. И читается так. Первое утверждение пока выполняется второе утверждение. То есть, если бы было фи и пси, то было бы так. Фи антил пси. Ну, а как это понимается в семантике? Ну, сейчас, наверное, тут все же оно возит. Значит, шкала требуется, чтобы вот это отношение было серийным, потому что если оно не будет серийным, мы не можем обеспечить бесконечные последовательности, а пути это именно бесконечные последовательности должны быть. То есть, рефлексивность годится, потому что точка, когда достижимая из себя, пожалуйста, вы можете ее брать бесконечно много раз и будете получать последовательность достижимых из себя. Важно, что достижимых точек. Ну, а модель обычная. То есть, мы просто приписываем здесь оценку, оценка понимается стандартно. Мы выбираем какие-то миры для каждой переменной, в которых она есть. Вот. Ну, а понимаются вот эти формулы следующим образом. Вот как я и сказал. Значит, если мы находимся в каком-то состоянии, вот это у нас формула состояния, то тогда формула А и истина в этом состоянии, если в каждом пути будет справедливо. Значит, E, соответственно, в некотором пути. X, P, это значит в следующем состоянии этого выбранного пути справедливости. Ну, F, это в некотором состоянии вот этого пути справедливости. G, это globally, во всех состояниях справедливости. Ну, а U, это не. Вот. В результате возникает логика, которая называется computational tree logic, обозначается она CTL со звездочкой. Сейчас объясню, что там звездочка, какой смысл несет. Точнее, что получается, если ее не будет. Так, а тут у меня... А, ну вот, здесь все как раз описано. Вот. Значит, CTL со звездочкой можно понимать как множество формул, которые истинно во всех таких шкалах. Так, я пропустил. Видимо, не видел, когда появилось сообщение. Правильно ли я понимаю, что путь – это какое-то вычисление? Ну, да. Это вот вычисление вот в таком смысле. Что это последовательность состояний, в которые последовательно переходит система. Да, вот одно состояние, потом она перешла в другое состояние, потом в следующее, в следующее. И вот если такую последовательность взять, это вот будет путь. То есть это в этом смысле вычисление. Вот. Все правильно. Но не просто вычисления, а вот в этих системах рассматривают бесконечные вычисления. То есть конечные пути рассматривают не. Так, и тогда что значит путь в виде формулы состояния? Нет, вот что-то тут не так. Нет, путь – он просто путь. Он определяется в семантике критки. А с формулами пути и формулами состояния вот что происходит. Формулы пути оцениваются в путях. То есть вот мы взяли путь, и мы можем… Дайте это напишу. Значит, вот там что происходит. Вот у нас может быть путь, ну, например, я его обозначу P. Это путь. Это путь. То есть P – это вот что. Это у нас состояние нулевое, состояние первое, состояние второе, состояние третье и так далее. Вот. И есть состояние. Вот эти вот все состояния, вот эти, они берутся из множества W. Вот. Это вот, ну, как бы наши миры, наши точки. Вот. Мы называем их обычно состоянием. И важно здесь, что из S и того мы попадаем в S и плюс первое. Вот что происходит здесь. Так, вижу в чате еще. Путь – это отдельный объект. Да, это отдельный объект. Вот. То есть получается, что у нас сама шкала – это множество миров и отношения достижимости. Имея вот это, мы можем определить понятие пути. То есть путей здесь изначально нет. Здесь есть миры, есть отношения между мирами. А вот путь мы можем определить как последовательность, бесконечную. Причем вот с таким вот условием. Что из этого состояние достижимо и плюс первое. И тогда, вот если мы еще сюда припишем оценку, то есть мы рассмотрим модель. Это шкала с оценкой. Вот. Мы можем что делать? Мы можем в S оценивать какие-то формулы. И мы можем в путях оценивать какие-то формулы. Вот. Соответственно, в состояниях оцениваются формулы состояния, а в путях оцениваются формулы пути. Потому что формулы пути говорят что-то о путях, а формулы состояния говорят что-то о состоянии. Вот что происходит. Вот. ну и тогда вот смотрите я вернусь на плане вот когда происходит оценка вот этих вот форму они оцениваются состояние то есть вот мы взяли в состояние и никакой путь не выбрал еще никакой путь не выбрал но если мы хотим сказать что вот в нашем состоянии с истинно например если это означает следующее что существует такой путь который начинается в состоянии с последовательность где вот этот нулевой элемент это наши и вот в этом пути во всем пути будет истина вот эта форма ну а что значит истина во всем пути то есть получается что в каждом элементе вот этого пути как она там будет а это уже надо смотреть на вот эту фи то есть раскрывать или структуру что там будет а вот этими формулами не так вот смотрите например f и что это означает но f это вот не уча то есть где-то в будущем у вас путь уже выбран то есть мы оцениваем пути и истинность вот этой формулы вот формула считается истинным если во всем этом пути есть хотя бы одно состояние в котором истинно его для того чтобы оценить нам мало состояния нам весь путь но потому что там возникает квантер существования по вот элементам этого пути то есть хотя бы один элемент существует в котором вот это ну вот надеюсь а не в чате а все я понял извините я значит как-то вот определение пути скомкал и да было непонятно хорошо что провиснул чего тогда вот вот просто здесь еще сложность в том что я не написал точных определений вот если это все точно написать эти определения они очень громоздкие они да ну вот аккуратно когда это вы пишите тут на один слайд не пометится а содержательно словами очень все понятно вот и если вот возьметесь аккуратно это напишите в соответствии с этим совсем получится просто получится точное красивое определение вот этого достаточно чтобы значит так вот логики которые возникают во первых возникает логика сетей это со звездочкой это вот множество формул мы обычно рассматривают формулу состояния ограничиваются ими которые есть на во всех серийных шкалах но очень часто вот эту звездочку убирают рассматривать фрагмент логики сетей фрагмент вот какой когда берут модальности вот эти вот вот такие идет модальность пути и сразу за ней идет модальность выбора пути потом модальность выбора состояния внутри этого пути и только так вот все теле со звездочкой это не обязательно а вот здесь дополнительно вот это требование включая и тогда возникает фрагмент вот такая вот логика она позволяет довольно много чего выражать ну и вот и и отдельно изучать эти а здесь вот как здесь значит рассматривают модель когда путей может быть много но считается что мы выбираем какой-то путь причем произвольный и дальше только внутри этого пути говорим что происходит поэтому формула которая пишет она использует только вот эти модальность не а не и ничего там нет и когда истинность этой формулы оценивается вот считается что мы рассматриваем все возможные пути которые выходят из данной точки как если мы оцениваем вот чтобы отмечить как если мы оцениваем афи этом а можно не писать потому что она всегда оценивается вот в соответствии с тем как если бы она была и получается тоже некая подлогика вот этой вот сетей со звездочкой которая называется логикой линейного времени линия time logic по моему так пишется или temporal вот а может и так и так пишут поскольку где-то там где-то темпом вот логика линейного времени а вот это логика ветвящегося времени потому что здесь три вот дерево да то есть удивление происходит ну и действует вот вот эти логики они несравнимы между собой но не просто разное видно потому что здесь видите вот только какие модальность это ну вот вот такая история так значит и а еще у меня слайды закончить значит и вот на самом деле много есть других полимодальных логик которые много чего позволяют делать вот для этих логики еще так и логики эти альтернаетин time temporal logic вот там происходит вот такая штука там еще агенты добавляются то есть мы их убрали а там они добавляются и там вот учитывается то что агенты могут образовывать коалиции то есть какие-то группы они могут решать какие-то задачи совместные и ну вот такая такая история происходит есть интересные логики public announcement logic и там близкие к ним это когда вот история происходит со знаниями и в какой-то момент например происходит публичное объявление да то есть вот все что-то знали и вдруг кто-то выходит и публично объявляет но как проводником в вагоне там до сказал что среди вас есть грязные и вот это вот публичное объявление она сильно меняет ситуацию но и семантика там интересное там просто из модели исчезают некоторые миры чтобы что-то оценить мы их просто убираем то есть как будто их модели но они просто перестали существовать логика возникает в этом случае интересно если будете смотреть обратите внимание она не замкнута по правилу постановки ну и тем самым вопрос логика ли там получается но называется на логика паблика нам смогла вот может быть будет вам интересно посмотрите об этом я уже не буду рассказывать вообще ничего все таки интересная ситуация получается что оператор публичного анонса он редуцируется через все остальные связки так вот и типа с одной стороны как бы да с другой стороны вы ввели какой-то оператор вроде публичного анонса он у вас он сводится к тому синтаксис который у вас раньше и был причем известно что он сводится даже сохраняя скажем так класс сложности в некотором смысле но это просто я вот не знаю я очень часто сталкиваю ну не часто но вот почти всякий раз когда я сталкиваюсь вот с такими штуками когда мы вводим какой-то такой дополнительный боксовый оператор индуцированный точнее за номерованный чем-то на данном случае альпа а там чем-то еще он как-то редуцируется вот это вообще зачем тогда это рассматривать если всякий раз это все редуцируется так или иначе но тут момент такой что изначально когда это рассматривается может быть это непонятно что она редуцируется один момент а другой момент надо смотреть на использование вот ну и тут наверное я не готов ответить вот на вопрос изменится ли что-то если мы просто ну не будем его вводить а будем использовать вот то что получается то как то как он редуцируется ну да но просто меня это смущало в случае паблика нансмит лоджика потом я это еще раз увидел это что ж такое ну ладно ну случаются да такие вещи мне тоже не нравится но вот дело в том что например тест вот который есть он тоже вроде бы редуцируется то есть там возникает его можно импликации но дело в том что если вы этот тест строите теперь внутрь программа то есть композицию возьмете там еще что-то а там вы уже не сможете этого сделать то есть сам по себе он редуцируется но когда вы его начнете использовать активно внутри программа да 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 то есть вот на верхнем уровне да да редуцируется и вот ну я участвовал в каких-то обсуждениях что люди просто говорили а зачем он нужен он же редуцируется и я тоже не понимал зачем пока не столкнулся с тем как это используется увидел нет не редуцируется он редуцируется только на вот верхнем уровне а когда он там внутри не редуцируется его оттуда не достать просто не выдержать вот такая штука так ну вот смотрите значит я думаю что сегодня надо на этом остановиться следующий раз все-таки сложность я хочу начать про логику пока больше не хочу ничего рассказывать надо сложность посмотреть вот если есть вопросы но они хоть были по ходу дела но если есть вопросы задавайте пожалуйста я с удовольствием отвечу на что смогу да но это вопрос такой уже немного на предыдущую тему которую мы разговаривали вот несколько раз упоминались ненормальные модальные логики то есть это видимо еще раз те в которых отсутствует нормализация да отсутствует правило диод или вот усиление необходимости вот я лично не особо сталкивался с такими логиками а вот в каких контекстах это может быть полезно что у нас как бы нету вот такого что если на что-то истинно то мы как бы знаем о том что это истинно пожалуйста вот например ну если говорить скажем про доказательства да вот смотрите вот есть такая штука это логика дёда ли лёба да значит это что это макка ну или к 4 тут неважно мы добавляем вот это вот аксёму что если доказуемо что из доказуемости по следует ну тогда доказываем и вот есть система словея или словая и так и так называют я до сих пор не знаю как правильно люди по-разному пишут словея это вот что такое это к логике дёда ли лёба мы добавляем вот какой принцип принцип рефлексивности все что доказуемо является верным вот значит система которая возникает она существенно не является нормальным то есть вот этот плюс он ведь я без кружочка специально писал то есть правило дёда ли не если вы добавите вот это вот с кружочком то есть представьте что я вот так вот делаю то тогда отсюда мы мгновенно выведем вот такую формулу я навешу просто квадратик на вот эту форму она становится посылкой вот этой формулы и тогда получается что мы отсюда автоматически выводим необходимых но поскольку необходимо p влечёт p марш до автоматически выводим пэй и система получается противоречивая ее если бы мы до взяли вот это вот все с правилом необходимости получилось бы противоречивая система а вот то что получается эта система не противоречивая у нее довольно интересная семантика так называемые хвостовые модели значит вот есть шкала типа шкалы геодолилёба логики геодолилёба здесь метров порядок и нет бесконечно возрастающих теперь дальше есть вот такая вот цепочка миров которая бесконечно бывает вниз и внизу находится мир который ну неважно он рефлексивный не рефлексивно это вообще не имеет значения там оценка устраивается так что что там с ним самим происходит как он из себя достижим и недостижим не имеет значения так вот здесь еще ограничения на оценку делают то есть шкала вот есть так называемые обобщенные шкалы критики когда разрешаются не все оценки а только некоторые вот там важно чтобы у нас была замкнутость по объединению пересечению там взять вот этой операции квадратик там или ромбик ну и так и так там потом двойственные оценки устраиваются так вот можно вот такие вот множество брать то есть вот начиная отсюда и вверх но нельзя сделать так чтобы вот этот мир оказался сам по себе как множество где вы независимо от остальных миров можете оценки задать окей так вот оказывается что вот если такого сорта семантику рассмотреть вот эта логика она полна относительно такой семантика и она существенно ненормальная да окей ну вот хотя бы один пример я вам привел но их на самом деле много конечно да вообще на самом деле я тут вспомнил что я и оказывается видел пример но там просто модальность была необычная там отрицание воспринималось как модальность можно так вот и там была хорошая семантика типа рутлей ратлей точнее как раз таки грубо говоря это была во-первых квантерная логика вот там примерно смысл такой что вы хотя когда истинность предиката проверяете в каком-то мире вы должны как бы стрельнуть в какой-то очень далекий мир а он один там такой и что то с ним там сделать но это вверх вы стреляете тут стрельнули вниз но вообще интересно окей ну а так еще можете систему льюиса посмотреть с 1 с 2 с 3 с 6 вот что там происходит там тоже чудеса там взрывающиеся мир вот то есть там есть миры такие в семантике критки в которых все начинающиеся с ромбика истина например возможно ложь там истина окей окей а все начинающиеся с квадратика например необходимая истина там ложно ну это что-то жесткое то жесткое но это система которая вот некоторым образом описывают строгую импликацию например строгую в смысле вот просто необходимая импликация классическая ну да то есть вот импликация и влечет пси вот такая ну которая ну понимается она вот 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 в таком да да можно вот в таком языке но изначально вот в таком языке это делалось ну и там вот система которая возникает аксиоматического чтобы не семантику построить там нормальных миров не хватает вот и вот чтобы это все учесть приходится придумывать всякие разные чудеса и и вот в том числе то есть там получается рефлексивная транзитивная семантика такой с 4 но там возможны вот эти ненормальные миры из которых уже ну понятно не надо ничего достигать поскольку там без отношения достижимости определяется и вот и вот возникает на такая система с 3 вот так вот с 4 из нее получается очень просто надо добавить что-нибудь начинающиеся с двух квадратиков например вот такую формулу вот и тогда получается что вот это вот формула просто фактом двух шагов в нормальный мир она просто отсекает все ненормальные миры и они пропадают и получается обычная семантика окей ну ладно честно вот но это старые некие истории они ну какое-то вот философское содержание окей вот но я думаю что вот если доказуемости вы связаны то вот ну как то вот эта система с вам может быть намного более интересно так ну вот что остановимся на этом в обсуждении ненормальных систем как ну мне достаточно спасибо достаточно да ну ладно ну что прощаемся тогда так хорошо давайте запись я останавливаю это останавливает